Добрый день, дорогие друзья! С вами снова компания Гранд Русс и я, Матвеев Сергей, менеджер по продажам солода, также специалист по пивоварению. Мы с вами продолжаем цикл передач о пшеничном пиве. Сегодня вторая часть ролика, и мы его посвящаем бельгийскому пшеничному, так называемому, вид бланш. Итак, бельгийский вид бланш, как еще в мире известно, как Хугарден, название второе. Чем этот сорт примечательен, в отличие от других, допустим, немецких или российских производителей пшеничного пива, то, что здесь используется до 50% несоложенной пшеницы, а также используется приправа кориандр и апельсиновая цедра. Так как у нас используется в данном сорте несоложенное сырье, а именно пшеница, я рекомендую температуру затирания сделать здесь с 37 градусов, где-то в районе 15-20 минут для лучшего расщепления белков пшеницы и улучшения ферментативной активности вашего затора. Следующая пауза у нас вам будет 45 градусов 15 минут, потом 50 градусов 10 минут белковая пауза будет достаточно, дальше делайте 63 градуса 30 минут. После нее уже плавно переходите на 72-ю паузу 20 минут, но здесь нужно будет внимательно смотреть, так как у вас может быть в засобе до 50% несоложенной пшеницы, скорее всего, вам эта пауза надо будет увеличить минимум на 30, а то и на 40 минут, потому что очень сложно будет осахарить половину ячменным, допустим, солдом 50% несожженной пшеницы, а иногда даже некоторые пиовары прибегают к действию ферментным препаратам, либо можно, допустим, в засобе положить 2-3% так называемый энзим малт, он называется, это ферментированный солд, то есть солд, которым обогащенный ферментами, от обычного солда где-то в 2-3 раза больше активности, поэтому который вам может помочь вам ваш затор осахарить, поэтому 40 минут это минимальная пауза 72 градуса. Ну и когда у вас йодная проба уже пройдет, 78 градусов и на фильтрацию. Итак, следующая особенность бельгийского вида от других традиционного пшеничного пива, это значит, здесь кипячение все то же самое, 60 или 90 минут можете провести, но здесь мы используем с вами вот цедра апельсина, она так выглядит, то есть я обращаю ваше внимание, что именно цедра, а не апельсиновые корки, почему? Потому что если вы возьмете апельсиновые корки, как правило, когда вы счищаете, например, апельсин, то на апельсиновых корках часто при чистке апельсина захватается вот эта так называемая белая такая штука, я не знаю, как она называется, но я знаю одно, что вот эта оболочка, она, если попадет к вам уже непосредственно в сусло, оно вызывает такую терпкую горечь, поэтому если уж у вас не нашлось сухой цедры апельсина, пожалуйста, можете взять свежие апельсины, но обязательно взять нож для цедры и аккуратно счистить только вот эту оранжево-красную-оранжевую часть, то есть белая часть у вас не должна попасть в ваш затор. Значит, цедру апельсина мы задаем с вами за 15 минут до конца кипячения, тем самым мы с вами ее пронфицируем от различных микроорганизмов, а также ароматика апельсина перейдет в ваше горячее сусло. И также одновременно можете задавать кориандр, кориандр или второе название этот мин продается в обычном магазине, это напоминает такие маленькие коричневые зернышки, можно купить как молотые, так и просто в целом виде, что в принципе, что так и так даст прекрасный аромат, иногда просто молотый он может быть с окисленным ароматом, поэтому лучше используйте цельцельные зерна кориандра. Также, что еще, какая примечательная особенность, здесь в принципе можете даже сделать цвет, у вас получается более белесый цвет у пива, за счет чего? За счет, что несложенная пшеница, она вам дает сильнее, больше апельсинца, нежели обычный пшеничный солод. Вот, то есть, она так еще бывает, на второе название имеет белая пшеничная, когда достаточно много несложенной пшеницы, поэтому не удивляйтесь, если у вас это пиво не осветлится, это все нормально, визуально это достаточно даже очень красиво, но именно типично для пшеничного бельгийского вида. Дрожжи здесь также используйте, можете использовать ВБ-06, если вы найдете бельгийские дрожжи, тоже будет прекрасно, например, можно взять, найти дрожжи компания Лалиман, сухие такие, они называются тип Мюнхин, прекрасно подходят к пшеничному пиву, и также очень хорошо подчеркнут именно бельгийский стиль, поэтому можете их тоже использовать. Что здесь еще интересное, можете также, вот в отличие от обычного пшеничного, традиционно европейского, можете сделать цвет чуть темнее, то есть, можно выйти на 20 EBC, добавить здесь в засыпь чуть-чуть мюнхенского солода, или чуть карамельного солода, но сильно не затемняйте, чтобы у вас был такой золотистый тон. Итак, по параметрам бельгийского вида, я вам рекомендую делать начальную плотность в районе 12%, значит, по цветности, как я вам еще сказал, можно от 8 до 18, а то и до 20 EBC. По использованию хмеля, рекомендую вам использовать только тонкоароматные или ароматные хмеля, то есть, это классический европейский, житецкий, херсбрукер, метальфрю, можно использовать, либо перле. Время кипячения 90 минут вам будет достаточно. По температуре брожения. Брожение проводите лучше от 20 до 24 градусов, чтобы имел яркий профиль, имелся также, что рекомендую. Основное брожение у вас пройдет в течение 4-5 дней, и потом уже на доброжной разольете по бутылкам, которая займет где-то в районе 2-2,5 недель. Ну, а теперь опять к приятной теме нашего ролика. Попробуем с вами вариант бельгийского вид. Здесь я использую 10% несоложенной пшеницы, 50% пшеничного солда и 40% ячменного солда, а также кориандр и апельсиновую коробу. Вот видите, более такой насыщенный цвет у меня получился, пенка широкая, большая. Очень хорошо чувствуется аромат кориандра, легкий такой фруктовый тон. Такой очень интересный. По вкусу очень мягко, во вкусе чуть-чуть корки апельсина. То есть вкус Хугардена вы, в принципе, ни с чем не спутаете, он достаточно интересный, поэтому я рекомендую вам его тоже попробовать сделать. Ну, то есть пшеничное пиво сделали, что-то интересное сделали, обязательно бланш. У меня он получился, видите, не такой бельос и более темный, и по рецептуре я немножко неправильно сказал. Я здесь использовал 10% мюнхенского солда, чтобы он немножко такой стал янтарным, красивым. Но, тем не менее, он вкус приобрел очень интересный. То есть на фоне здесь цедры апельсина и кориандра появился такой чуть даже хлебный интересный вкус. Вот, в целом достаточно неплохо. То есть своих друзей вы можете удивлять данным сортом. Он очень освежающий в жару летнюю. Вот, поэтому всем рекомендую данный сорт попробовать сделать. На этом наш второй ролик о пшеничном бельгийском пиве заканчивается. Заходите на наш сайт mal.ru, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, Facebook и Instagram группы GreenRuss. Также заходите на YouTube, смотрите ролики, записываясь в группу GreenRuss. Ждем вас снова. Пишите в рубрике «Живый чат» и следите за нашими дальнейшими фильмами. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok